В нынешнем году участили случаи банкротства физических лиц в нашей стране. Более 160 тысяч граждан прошли эту процедуру и списали свои долги. Больше всего по ипотеке. Подробнее в сюжете Анастасии Новичковой. Банкротство физического лица – это подтверждение неспособности гражданина удовлетворить требования кредиторов, признанное арбитражным судом или в результате процедуры внесудебного банкротства. Для второго сумма долга должна быть от 50 до 500 тысяч рублей. При этом в отношении должника должно быть закрытое исполнительное производство ввиду отсутствия у него имущества для оплаты долга. А вот для судебного банкротства сумма долга должна превышать 500 тысяч рублей, а сумма просрочки по платежам быть больше трех месяцев. Осуществить процедуру банкротства можно двумя способами. Или подать в МФЦ заявление, но там ограничение, что у вас долг должен быть не более 500 тысяч рублей. И окончено исполнительное производство. Или через арбитражный суд. Это подает или сам заявитель, кто хочет обанкротиться, должник или кредиторы, кому человек должен денег. Длится эта процедура, по закону она минимальная 6 месяцев. Но, честно говоря, случаи, чтобы укладывали 6 месяцев, да, они есть, но они единичные. Потому что, как правило, все это затягивается на дольше. Для должников банкротства способ легально не отвечать по долговым обязательствам. Отсрочить уплаты штрафов, неустойек и пений. Для кредиторов это возможность хотя бы частично покрыть свои затраты на кредит. Но многих банкротов, в свою очередь, волнует, каковы для них последствия этой процедуры. В течение последующих 5 лет после признания гражданина банкротом, гражданин обязан уведомлять финансовые организации, в случае, если он берет кредит, о том, что он был банкротом. Также на него налагаются ограничения, определенные по занимаемым должностям, руководящим. 3 года для обычных организаций и 5 лет для финансовых, страховых организаций. Также могут быть оспорены имущественные сделки за последние 3 года. Но, несмотря на это, процедуру банкротства проходит все больше граждан. Это связано не только с ухудшившимися экономическими условиями отдельных заемщиков, но и с кредитными предпринимательскими отношениями. Так, рост числа личных банкротств в настоящий момент связан с тем, что возникли риски неплатежей, вызванные влиянием пандемии, инфляционными процессами, общим санкционным давлением на отечественную экономику. В такой ситуации институт банкротства порой один из оптимальных выходов.